Доброе утро дорогие зрители и подписчики. Сегодня мы поговорим о цветах. Вы знаете, что цветочных сюжетов у меня меньше, но тем не менее, приехав вчера на дачу, я была так очарована, что не могу с вами не поделиться своей радостью. Сейчас я стою в своих роскошных лилиях, но, к сожалению, некоторые уже отцветают, а вот мы сегодня будем говорить про трубчатые лилии. Ну вот, предваряя ваши вопросы, хочу сказать, что этим трубчатым лилиям три года. Вот это не трубчатая лилия, я ее покупала под названием мапира, но, к сожалению, она уже отцветает, я вчера срезала, ну а того было около где-то 20 цветов на одной ветке. Ну, еще раз говорю, что мы сегодня посвятим свой сюжет трубчатым лилиям. У меня их три сорта. А вот это вот два высоких практически куста дерева, это лилия гигантум регалия. Почему я люблю трубчатые лилии? Да не знаю почему, потому что нравится мне их вот эта трубка, бутон трубка такая, из которой раскрывается великолепнейший цветок. Вот на картинках и в интернете, просто в статьях мы часто видим и нам говорят, что есть лилии деревья, на одном цветоносе целый букет. Я немножечко схитрила, и вот этот вот куст гигантум регалия обвязала тонкой веревочкой и получилась вот такой огромнейший букет. А вот это просто не связано. Здесь три мощнейших цветоноса, они не распадаются. Итак, гигантум регалия. Я когда вчера вечером сидела, отдыхала перед тем, как лечь спать у себя здесь на шезлонге, вы знаете, вот такой шел аромат, ну просто непередаваем. А тут еще вот у меня рядом львиный зев расцвел. Львиный зев я впервые узнала, вернее поняла, что пахнет лимонадом. И запах лилии, ну это что-то невероятное, кто знает, он со мной согласится. Посадила я эти лилии три года назад, ну в общем-то я их, по-моему, да, я их сажала в зиму. И они немножечко подрастали, каждый год все выше и выше. И вот на этом, это помоложе, три мощнейших цветоноса, вот там четвертый маленький, а здесь семь или восемь. Вот я их еще раз повторяю, связала. Эти лилии, если их срезать, в срезке будут стоять больше недели. Мы очень любим букет из лилии в срезку делать, но что я делаю, сразу вам хочу сказать, когда я срезаю лилии в букет и везу домой, я ножницами вырезаю вот эту сердцевинку, пестики с тычинками, которые пылят. Я тут вчера, когда подвязывала, вся желтая была. И тогда прекрасно лилии стоит без них в букете больше недели. Ну, конечно, воду надо менять. А если не срезать, то вот они красавицы. Еще раз повторяю, что сажают их желательно в зиму. Можно, конечно, весной посадить, если вы нашли посадочный материал. Моя приятельница, ей по весне она купила эти лилии, они у нее просто, она уже практически цветущими их сажала. Ну, это, конечно, не очень хорошо, но, тем не менее, у кого как получается. Итак, гиганты умрыгали. А вот это рядом между ними стоит тоже трубчатая лилия, она называется Golden Splendor. Королевская роскошь. Вот, ой, здесь уже какой-то сволочь-жучок попал. Она моложе, ей всего два года. И вот здесь один цветонос. Но вот я здесь уже два срезала. То есть, смотрите, 4 расцветших и два срезанных. Ну, 6 бутонов было на лилии. Тоже необыкновенно пахнет. А эти лилии у меня постоят. Я не буду их трогать еще два года. Вообще, рекомендуют лилии, я даже читала, что до 10 лет на одном месте растут. Я с этим не согласна. Не согласна. Сейчас покажу и объясню, почему. Я свои лилии выкапываю раз в 5 лет. Выкапываю я их после цветения в августе. То есть, я сначала их, когда цветут, срезаю стебли, оставляю сантиметров 20, ну, чтобы чуть-чуть листвы впитала все полезные вещества из воздуха. И луковица подросла и была здоровая. И потом где-то в августе выкапываю. А в сентябре у нас обычно очень тепло. Я их сажаю. Сажаю я их как? Делаю лунку глубиной, шириной вернее, чтобы как вот диаметр луковицы в три раза шире. Ну, и глубина сантиметров 15-20. На зиму не прикрываю, когда посажу. Весной они прекрасно зимуют. Они вот, вообще у них зона 3-4. Я вам, когда делала сюжет про климатические зоны, вам говорила. Вот эти лилии трубчатые, у них зона 3-4. Они прекрасно зимуют в нашей четвертой зоне. Итак, гигант умрегали, голден сплендер. Мои красавицы. Вот это была вроде бы фаворитка, как куплена, как фаворитка. Но что-то не похоже она на фаворитку. Мы о ней говорить не будем. Она тем более не трубчатая. А сейчас Володя перейдет к тем лилиям, которые тоже трубчатые, но которые растут в земле седьмой год. И вы посмотрите, почему их не надо держать в земле 10 лет, как иногда пишут. Вот я перешла к другим моим трубчатым лилиям. Это лилия под названием Бельсонг. Или Бельсонг, я не знаю, как точно не столь важно. Но вот я еще раз повторяю, что вот этой лилии, сколько, Володь, ты покупал? Две, по-моему, луковицы. Семь или даже восемь лет назад он их мне привез, я их посадила, и вот они росли, и были просто великолепными. Ну вот, как и те гиганты умрыгали, или вот что я вам показывала. В этом году я поняла, что лилии, как Володя сказал, вырождаются. Нет, они не вырождаются. Они просто помельчали и требуют от меня пересадки, что я и сделаю. Вот это розовый Бельсонг. Ну, мне как-то больше так нравится говорить. Видите, тоже какая красавица. Тоже необыкновенно ароматная. Разрез вот в раскрытом виде до 20 сантиметров, но в этом году она помельчала. Итак, я еще раз повторяю, в этом году я ее буду пересаживать. Несколько слов скажу о том, что лилии болеют. Да, они болеют в этом году. Бог миловал, как говорят. В 2021 год у меня напала на них болезнь. Болезни у них лилии много, то есть с желтели пятнами покрывались листья, и с желтели засыхали. Ну, обработала, химия обрабатывала, цветы мы обрабатываем химией, не боясь, потому что здесь у меня ничего съедобного не растет. И вот в этом году они растут. Если роза королева цветов, то лилии это тот цветок, к которому достоился чести даже быть на королевских гербах. Действительно красивый цветок, поэтому смело сажайте, не бойтесь, достаточно информации, как ухаживать, как лечить, и вы будете любоваться необыкновенными цветами лилиями. Не только любоваться, но и вдыхать их нежнейший аромат. Еще одно замечание, что вот у гиганта умрегали, вот для аллергиков говорят, что пыльца и цветок даже ядовит, поэтому будьте осторожны, у кого на что есть аллергия. Но для любования это, ну, просто великолепный цветок. Итак, это были лилии, трубчатые, красивые, королевские лилии. До новых встреч!